Так в случайности это не бывает. Чтобы прям в одну воронку снаряд падал все время. Народу много, кстати, там. Народу достаточно много. Ну как, не так, чтобы мне яблоку негде упасть, но много. Много. Дети малые там, в большом количестве. Я как раз не так давно переписывалась со знакомыми. У нас же там живет Твиттером, которая у нас была кинообозреватель. Вот она на историческую родину переехала и живет как раз в Паланге. Ну, здорово, сколько там. Читайте блог Константина Сонина на нашем сайте. Все блоги читайте на нашем сайте. Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе? Ну, во-первых, личное обаяние. И что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений? Я не радикал какой-нибудь, не экстремист. Бескомпромиссность в оценках? Я всегда могу найти общий язык с властью. Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17.08. В эту пятницу после 20 часов в программе 20.15. От диктатуры пролетариата к диктатуре чего? Обсуждаем этот вопрос с народным депутатом СССР, депутатом Госдумы 1-3 созывов, заслуженным строителем, героем соцтруда Николаем Травкиным. 20.15 в пятницу после восьми вечера. В эту пятницу в вечерней программе Ольги Бычковой сканер «Персона недели». Николай Ильич суперзвезда была. Организация недели «Народный банк Китая». Кстати, да. Ну, он приличный здесь. Кстати, да. Сейчас я вспоминаю. Да, в начале 90-х. Конечно. Политик первого ряда был. По сути. Вообще, так, конечно, сейчас вспомнить всю эту вот кокорту, интересно. Очень разнообразную. Проследить, да. Разнообразную и такую очень богатую. Найдите себя в FM-диапазон. Рекламная служба «Эхо Москвы». Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте. Да, это программа «Особое мнение». Я Марина Королёва, напротив журналист Николая Сванидзе. Николай Карлович, здрасте. Здрасте, Марина. Наши соотечественники любят телевизор. Любят и доверяют телевидению. 67% россиян назвали телевидение объективным. Это вот результаты последнего опроса. 20% что телевидение даёт убогое искажённое представление о событиях. И 8% ТВ манипулирует сознанием людей. Вы в какой группе? Я не в какой группе. Я сам по себе. Абсолютно. Я давно уже стараюсь к таким группам не примыкать. Хорошо. Давайте не о вас. Давайте о россиянах. Вот 67% россиян называют телевидение объективным. Это что? Ну, это привычка. Это позиция жизненная. Они хотят, чтобы им говорили приятное. Это свойственно людям. Они хотят, чтобы им говорили то, с чем они согласны заранее. Ну, нам ведь приятно разговаривать с вами, с человеком, который говорит то, с чем мы согласны. Неприятно, и мы чувствуем какой-то некоторый дискомфорт, когда нам говорят то, с чем мы категорически не согласны. И дальше всё зависит от нашего воспитания, от настроения, от состояния. Будем мы продолжать этот разговор, молчать, спорить, просто завершим разговор, ударим палкой по голове. Это уже в индивидуальном порядке. То есть сейчас тот момент и то время, когда россиянам говорят по телевизору исключительно приятное, что ли? Россиянам говорят то, что они хотят слышать. Вот им говорят то, что им комфортно слышать. У них плохая жизнь, у россиян. Она становится... Ну, с чем сравнивать? Скажем так, она хуже, чем была несколько лет назад. И по тенденции становится, чем дальше, тем хуже. Если их при этом ещё и расстраивать, и говорить им про эту жизнь, или говорить им про то, что надо сделать для того, чтобы жизнь была другой, это им слушать не хочется. Люди в конце 40-х годов ходили и смотрели фильм «Кубанские казаки» и плакали от счастья. Это был разгар голода в Советском Союзе. У них детям нечего было есть. А они ходили в кино, смотрели эту абсолютную, талантливую, яркую, но абсолютную ложь и плакали от счастья. Но это можно называть сказкой. Это сказка, ну, конечно. Люди любят сказку. Им сейчас рассказывают сказки. Эти сказки им приятны, потому что они... Эти сказки их воспитали в соответствующем духе за последние годы. И теперь эти сказки им приятно слышать дальше. Как там честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой? Вот абсолютно. Ну, «Кубанские казаки» — это, допустим, действительно киносказка. Это понятно. Это художественное произведение. И всё-таки мы делаем на это поправку. Телевидение, когда мы говорим о том, что россияне... Мы же не о фильмах говорим. Мы говорим прежде всего о новостях. Марин, мы же с вами не навхульте в журналистике. Значит, это люди, не профессионалы, которые там художественные... Новости, информация, художественное кино, какой там жанр, развлечение, инфотейнмент. Это всё не отсюда. А отсюда им хочется, чтобы им делали приятно. Вот им приятно, когда им говорят, что... Да что ж там приятного? Там страшные сказки рассказывают. Всё равно. Украина страшна. Америка страшна. Европа страшна. На Украине страшна. В Америке, в Европе, а не у нас. Помните фильм Тритополя на Плющихе? Не в лесу же, говорит, живём, а не в Америке, говорит, главная героиня. Понимаете? В Америке страшно. На Украине фашисты. В Америке государственный департамент США, который страшнее любых фашистов. В Европе геи и лесбиянки. Об этом даже вообще на ночь говорить не хочется. А у нас всё, слава Богу. Потому что у нас есть президент Путин, у нас всё хорошо, и по это слышать приятно. Да, у нас есть временные трудности, но в принципе у нас всё в порядке, мы идём правильным курсом. Да проблема в том, что о нас-то почти не рассказывают. Вот посмотрите статистику новостей, как там всё это происходит. Вот в том-то всё и дело, Марина. То есть, если молчать, что оно и будет приятно. Что о нас-то не говорят. Ну как, помните тоже, вспомните программу «Время при советской власти». О нас только что, только вот идущие эти самые комбайны идут, да? Колосящиеся поля, комбайны. И сегодня в Кремле Леонид Ильич Брежнев принял исландского посла заиндийского. Всё. Всё. И слава Богу, у нас проблем нет. Все проблемы там. У нас вообще нет проблем. У них там в Штатах учительница в течение нескольких лет насиловала старшеклассников. Ну там не очень-то насиловала, но не важно. И за это ей дали срок. Всё отвратительно. И то, что насиловала. Стерва. И то, что срок дали. Гады. Ну, всё это смотреть и слушать приятно, потому что это не у нас. То есть молчи про Россию и будет тебе рейтинг. Я про Россию не видел наших политических программ, посвящённых России, ток-шоу. Я не видел, ну, с Крыма, то есть уже полтора года. Это точно. Я не видел ни одной. У нас начинается каждая программа телевизионная. Вы же тоже, наверное, время-дремени смотрите. Речь идёт. А сегодня мы поговорим и дальше. Киев, Вашингтон. Ну, это же приятно смотреть. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Короче говоря, если молчишь про Россию, то будет тебе рейтинг и будет тебе хорошо. Будет тебе 67%, которые говорят, что доверяют телевизиону. Если грамотно это всё рассказывать, талантливо, настильно, то есть абсолютно безальтернативно, без исключений, ну, тогда, конечно, это приятно. Люди, люди, люди таким образом впадают, я повторяю, в такой милый-милый-милый сон и золотой совершенно, и это всё замечательно. Полезно для здоровья, видимо, на какое-то время. Телевидение, вот ещё одна такая околотелевизионная тема, она связана с Сергеем Лавровым, главой МИДа. Может быть, вы слышали или даже видели такой фрагмент, и его прорвавшаяся реакция, ну, вот он там, да, сидел и реагировал на то, что говорили его дипломатические партнёры. Дебилы, и дальше нецензурное слово. Это просто можно было слегка услышать. Вот наши слушатели вас хотели тут спросить, а надо ли в таких случаях извиняться дипломату, скажем? Ну, бухово знает, что значит надо, не надо. На этот счёт, я думаю, никаких правил нет написанных, поэтому это личное дело каждого. У нас сейчас извиняться не принято в нашей власти. Вообще ни за что. Ни за что. У нас президент сказал, что он в своей, там, практике президентской, он ошибок не допускал. Значит, ну, если президент не допускал ошибок, то Лаврова извиняться просто неприлично за себя. Тогда никто не должен допускать. А что ж, я, значит, чистенький, извиняюсь, а президент, значит, не извиняется. Нет, уж тогда никто не извиняется. Вот поэтому у нас сейчас извиняться не принято. Ни за что. Это проявление слабости. Извинение – это проявление прогиба. Нельзя извиняться. Николай Сванидзе, я напомню, сегодня в студии особое мнение. Вы можете присылать ваши вопросы. В Твиттере есть аккаунт «Вызван» и для ваших смсов. Плюс семь девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Ну вот за полторы минутки до нашего небольшого перерыва об истории с сестрой Натальей Водяновой, Оксаной, больной ДЦП. Ее выгнали из нижегородского кафе «Фламинго». Вы наверняка тоже об этом слышали. Вот вопрос от нашего слушателя Ильи. Это проблема общества или государства, как вам кажется? Ну, это совместная проблема, конечно, и общество, и государство, разумеется. Я бы сказал, что общество, но это предмет отдельного разговора, достаточно серьезного. А мы его только начнем, потом продолжим. Общество не без активной помощи государства доведено до такого состояния. Вот я бы так сказал. И что с этим делать? Тогда вопрос. Общество, да? То есть, кому обращаться прежде всего, к обществу или к государству, чтобы оно какие-то законы создавало? Да нет, ну при чем здесь законы? Ну при чем здесь законы? Следила за этим? Нет, Марина, ну законы здесь ни при чем. У нас есть кому нужны законы? Законы сейчас не в моде. Не, ну подожди, Следственный комитет возбудил уголовное дело, правильно? Марина, у нас есть целая конституция, которую никто не исправляет, но никто и не соблюдает. Тут дело не в законах абсолютно. Тут дело в состоянии умов, в общей атмосфере. И в государстве, и в обществе. Ну, действительно, об этом нужно поговорить чуть более подробно. И мы это сделаем обязательно через несколько минут. Марина Королева, Николай Сванидзе, мы по-прежнему здесь. В эту субботу гость программы «Человек из телевизора». Телекритик, обозреватель российской газеты Сусанна Альперина. «Человек из телевизора» не пропустите в субботу после 11 утра. В эту субботу после 17 часов в программе «Чувствительно» фонды помощи молодым мамам. В нашей студии психолог фонда «Семья и детство» Татьяна Попова. И по телефону руководитель благотворительного приюта «Мамин домик» Алина Серовкина. «Чувствительно» в субботу после пяти вечера. Кот доступа уны в руках и волосы огонь. Язык остелого. Ломает все, что попадет в руку. Не насиловала она никого. Ее эфир ты только шруй. Она как жанр дак. Разгонит в раз апатию и скуку. Кот доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера. Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле. Что же это? Внести эту краску. Радио Эхо Москвы. В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. «Грани недели» с Владимиром Карамурзой. По субботам после 21 часа. Я совсем одна. С нуля часов в ночь с субботы на воскресенье. Целых три часа. Леся Рябцева будет с вами один на один. Вот это пытка. Ху-ху-ху. Хм, ну что ж, вам дико повезло. Леся Рябцева совсем одна. Ночью, субботы, на воскресенье. Эхо родилось в другой стране, которая уже нет, в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром и страной, как мы менялись, как меня была страна. Мы начали работу совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан вам Грид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране, и что было у нас на Ифе. Радио Эхо Москвы. В этом году радиостанции Эхо Москвы. 25 лет. Главные события. Главные новости. Главные персоны и ощущения Эховцев за все 25 лет. День в день. Час в час. Тут час как раз накидали. Есть минута в минуту. Раскуляться где на вуле. Эхо Москвы. Радио Эхо Москвы и компания «Артивиа». Представляют программу «Особое мнение». И мы продолжаем «Особое мнение». Сегодня журналистам Николаем Сванидзе. Вы можете нам написать. В Твиттере есть аккаунт «Вызван» для ваших вопросов и для ваших смс-вопросов. Плюс семь, девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Состояние умов, говорите. Я вам сейчас продемонстрирую состояние умов. Как раз через те самые смс-ки. Вот, пожалуйста, Авилов Виталий. У Лаврова чрезвычайно нервная работа. Его можно понять. Это раз. Не насиловала Дженнифер Фихтер никого. Что вы повторяете лживые штампы? Это про американскую учительницу. Это Анна, пишет, между прочим, женщина. Тут про сказки, про телевидение и так далее. А вот по поводу того, о чем мы с вами начинали говорить. Вот. Александр. Обсуждали с друзьями Водянову и осудили ее поступок. Это очень опасный инцидент. Вот так. Ее поступок. Ее поступок. А не уточнили, за что? А вот здесь еще написали примерно про то же. Считаю, это нехорошо, но Водянова не права, а государство подхватило. Зачем это? И еще. По поводу того, что подумала ли Водянова, что кого-то посадят, кто-то работы лишится. Состояние умов. Вот. А так за что осуждают Водянова? Не уточнили? Ну, потому что... За то, что... Кого-то могут посадить. За то, что у нее сестра с аутизмом осуждают Водянова. За что? Кто-то работы может лишиться. За то, что она подняла этот вопрос. В кафе «Фламинго». Кто-то лишится работы. Несчастные охранники кафе «Фламинго», которые выгнали девочку с аутизмом, лишатся работы. Я прочитала вам просто то, что есть. Это то, что пишут нам с вами. Мы же об этом и говорим. Мы же об этом и говорим. Конечно. Да, согласен. Со всеми вообще, кто написал, практически, я согласен. Значит, Лавров. Да, работа нервная. Можно материться. Значит, учительница. Да, действительно, не насиловала стерва. Просто соблазняла. Особлазняла стерва, значит, и все равно, за что же такое наказание женщине, которая соблазняла старшеклассников. Вообще, честно вам скажу, я вот помню себя старшеклассника, я сердцем на стороне учительницы, конечно. Значит, что касается Водяновой, ну, конечно, жалко. Ну, конечно, жалко. Жалко бедных охранников. Пришла какая-то деваха. Черт ее знает, непонятно, как себя ведет. Странно, что и руку не сломали. Надо было и руку сломать. Надо было скрутить девочку, сломать ей руку, выгнать на пинках. Вот это вот удивительно. Они, по-моему, плохо выполняли свои обязанности. Чтобы никогда уже не пришла. Чтобы никогда больше вообще. Чтобы не просто не пришла, а походить уже не могла. Вот. Чтобы запомнила на всю жизнь. Вот, ну, они охранники или где? Надо было как-то проявить физическую. Мужики здоровые. Вот это мне просто удивило. Они себя вели крайне корректно. Просто удивительно. Их жалко. Смотрите. Водянову не жалко. Их жалко. Вот это пишут наши слушатели, которых, ну, мы с вами не знаем. Но мы с вами знаем, например, вот есть писатель. Писатель, да, который ведает человеческими душами. Он, правда, политик еще. Эдуард Лимонов, который написал у себя. Ну, я не могу это не процитировать для наших слушателей, потому что героев надо знать в лицо своих, мне кажется. Что для даунов и доцепистов нужно создать отдельные кафе. Я за кафе и руки прочь от охранников. А вот эти люди пусть входят в специализированные кафе для даунов и доцепистов. Конец цитата. Ну, на самом деле, тема, тема, конечно, не для стёба. Тема-то очень серьёзная. Вот. И поскольку она серьёзная, то я скажу так. Мне обсуждать Эдуарда Лимонова не хочется, потому что, на мой взгляд, он на меня производит уже достаточно давно впечатление абсолютно опустившегося нравства на человека. Абсолютно. Настолько, что применять к нему формулировку гордую «русский писатель» мне совершенно не хочется и очень обидно, что она к нему применялась раньше. Но мы же с вами не о нём. Мы, собственно, на настроении умов. Совершенно верно. А мы не о нём. Так вот, поскольку не о нём, то надо сказать, что вот я вспоминаю, когда солдатам Рейха стало неприятно стрелять в еврейских и цыганских женщин и детей, то были изобретены газовые камеры, чтобы как-то облегчить страдания солдат Рейха. Неприятно им было. Потом, после войны, когда в стране были сотни тысяч инвалидов, в нашей уже стране, не в Рейхе, не в Германии, в Советском Союзе победившем, были сотни тысяч инвалидов, которые без ногих, которые на своих этих платформочках, на своих культях раздражали людей здоровых и людей при власти. И лично отца нашего народа раздражали. Их было принято решение, дабы они перестали раздражать, выгнать к чёртовой матери. Их всех погрузили и выселили в основной остров в Алаам. Я, кто не в курсе, на этот счёт есть документы, и на этом об этом прекрасно писал Юрий Нагибин. Очень сильно. Вот это, в принципе, фашизм. Это чистый, рафинированный фашизм. И то, что говорит бывший писатель Лимонов, это чистый фашизм. И здесь абсолютно вы правы, дело не в нём. Ну, вот я вам прочитала, 3-5 смс. Совершенно верно. А дело в том, что это, к сожалению, и вот эти смс-ки соответствуют тому, что сказал Лимонов, это соответствует совершенно такому озверело-подоношному состоянию очень большой части нашего общества. Которая не жалеет никого, не любит никого. Любим только Путина и китайцев. Причём без взаимности, я думаю. Потому что китайцы никого не любят, а сердце Путина, как известно, есть предмет государственной тайны. Вот поэтому больше никого не любят. Ни украинцев, ни американцев, ни больных, ни инвалидов. Никого вообще не любят. Но поскольку это ещё в этом играет, как я уже сказал, в первой части нашей с вами встречи сегодняшней, я сказал, что в этом принимают определённое участие в разжигании этих настроений государства. Каким образом? Во-первых, государство совершенно забило на экономику. А экономика у нас ухудшается. Значит, ухудшается жизнь граждан. Это не способствует улучшению настроения граждан. Значит, способствует усилению раздражения и агрессии. Это раз. Два. Ну, то есть агрессию её можно направить на Украину и Америку. А два, эта агрессия соответствующим образом канализируется. Потому что, во-первых, агрессия ещё больше усиливается у нас через средства массовой информации, так называемой, которые, в общем, последние долгие уже месяцы превратились в средства массовой пропаганды, конечно же. Вот. Агрессия эта усиливается, но она направляется официально на кого? Там на Америку. Ну, где-то Америка дотянуется до неё. Америка за океаном. А поскольку агрессия и раздражение копятся, и до Америки не дотянуться. А дотянуться до окружающих, до соседей, до жены, которая пилит и требует зарплаты, до коллег по работе, которые не ценят и так далее, до собаки во дворе, которая громко лает. Вот это всё вызывает раздражение и агрессию. И в конечном счёте вот мы имеем такие вещи, как с сестрой Водяновой. Это сестра Водяновой, Марина. Мы с вами говорили об этом. А если бы это была не сестра Водяновой, мировой звезды, кто бы об этом узнал? Что бы получили эти, не хочу употреблять слова, директор этого кафе и его охранники? Ничего, жили бы дальше и припеваючи. Кто бы вообще, все бы испугались даже рот на них разинуть. Это им не повезло, что они связались с Водяновой. А нам повезло. Но Водянова одна. А сколько таких людей по стране? Да всё на свете. А недавний случай про труп младенца в Домодедово, в женском туалете. Это что, не признак абсолютного озверения? Абсолютного озверения. Это на самом деле цивилизационный процесс такой реверсный. Эта цивилизация катится назад. Это такая культурная революция по китайскому образцу 60-х годов, которая была не что иное, как абсолютное озверение, которое канализировалось верховной властью в нужном ей власти направлении. Вот сейчас это мне в значительной степени напоминает вот эту ситуацию. Ну, не хотелось бы останавливаться на этой ноте, но мы на ней всё-таки на время остановимся и попытаемся всё-таки после перерыва понять, можно ли что-то сделать, можно ли поставить какую-то преграду на этом плохом пути. Я напомню, что Николай Сванидзе у нас сегодня в студии. Это программа «Особое мнение». Несколько минут, и мы снова здесь. 17.30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. Вот, вот пишет, да. Уточнённым данным в результате серьёзного ДТП в Дагестане погибли... Возможно, кому-то надо это было, но глупо так раздувать, неприятно. Вот они вот... Неприятно? Неприятно, неприятно, неприятно. Ну вот, о чём я и говорю. Центральный банк отозвал лицензии... Хочется, чтобы было приятно. Вот, ну и потом говорят, а теперь преследуют это кафе, его закроют. Жаль-то какая, господи. ...недостоверная отчётность, сокрытие сведений от надзорного органа. Материалы по банку ОБПИ Центральный банк направил в Следственный комитет. Финская компания «Газум» подала иск «Газпрому» в стокгольмский арбитраж. Компания требует пересмотреть цены на экспорт газа. Теперь «Газпром» в течение 30 дней должен определиться с кандидатурой своего арбитра. «Газум» на 75% принадлежит финскому правительству, на 25% — «Газпрому». В эти минуты в Гаване проходит торжественная церемония подъёма флага США над зданием американского посольства. В церемонии принимает участие госсекретарь США Джон Кей. Я, кстати, буквально как раз вчера прочитала статью Афанасьева, который Юрий Афанасьев, про эволюцию, редукцию. У него есть такое понятие, то есть про то, что, к сожалению, всё идёт в сторону расчеловечивания. Ну да. Кто услышал о вас, поняла, что мотив-то всё тот же. Конечно. Он заверил, что оба концерта будут бесплатными. Артистов приглашают за счёт московских предпринимателей. Городу остаётся обеспечить только меры безопасности. День города будет отмечаться 6 и 6 сентября. Доллар на завтра 64.94, евро 72.37. В Москве этой ночью 9.11, завтра днём 19.21, без осадков. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». Реклама Поши-центр Ясенева объявляет август месяцем раскрепощённых фантазий. Только в августе позволим вам любые ценовые фантазии. Подробно, только при личной встрече. Звоните сейчас. Плюс семь четыреста девяносто пять. Семьсот семьдесят семь девятьсот девяносто девять один. Семьсот семьдесят семь девятьсот девяносто девять один. Хотите купить квартиру в Москве? Не разменивайтесь на скидки. Берите сразу джекпот миллион рублей в жилом комплексе «Вершинина» прямо у метро «Нагорная». Условия джекпота вас удивят. И узнать вы их сможете по телефону. ПОДПИСЫВАЮЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩА 880 тысяч рублей, а также выгода 100 тысяч рублей по программе Трейдинг. Только в Тойота Центр Лосин и Остров, Витца, Рублевский, Левобережный, Серебряный Бор и Каширский. Звоните 495-151-91-81, 151-91-81. Предложение ограничено, выгода не распространяется на автомобиле в комплектациях Элеганский и Элеганс Плюс. Подробности на сайте toyotavc.ru, организатор ООО «Тойота Мотор». Свой собственный дом всего в двух километрах от Москвы. Таунхаусы в Долгопрудном от «Актистрой» от 51 тысячи рублей за квадратный метр. 8-915-016-016-0. Проектная декларация на сайте actisdefestroy.ru Реклама на радио «Эхо Москвы» 921-40-41, код 495-921-40-41, код 495-921-40-41, код 495. «Эхо Москвы» 9-1-2 в диапазоне ФМ. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». И мы продолжаем «Особое мнение» сегодня с журналистом Николаем Сванидзе. Еще раз напомню, телефон для связи с нами, плюс 7-985-970-45-45. Ну и через Твиттер тоже можете присылать свои вопросы и реплики. Аккаунт у нас вызван. Вот, кстати, одна такая реплика. «Да не жалко ни кафе, ни хозяина. Жалко, что закроют, нарушив закон из чистого популизма». Но это то, о чем мы с вами говорили. То есть, была бы это не Водянова, то вообще бы никто не заметил. «Да, конечно. Но мне не жалко это кафе. Абсолютно. А что закроют из популизма, а не из гуманизма, это несомненно. Конечно. Просто из страха перед тем, что Водянова подняла шум и поднимет его еще больше». «Ну хорошо, если реагировать вот не по факту, что называется...» «Тем не менее, в данном случае это в плюс, если закроют, я считаю». «Хорошо, оставим это конкретное кафе. Вот вы констатировали некую озверелость в обществе, такое расчеловечивание его. Что с этим делать? Есть общество, есть государство. То есть, можно действовать, я же не случайно вас спрашивала, кому тут прежде всего апеллировать, к обществу или к государству. Можно действовать, например, действительно через систему законов, через государственное телевидение, внушать, объяснять. Или это не путь? Нет, это путь. Просто мы сейчас с вами что обсуждаем? Мы сейчас с вами напишем петицию куда? В ООН, Папе Римскому. Значит, какие у нас каналы воздействия на общество? Вот мы здесь с вами сидим, разговариваем. Вот и весь наш канал. Ну, один из каналов, да? Значит, один из немногочисленных, я бы сказал. Весьма. У государства этих каналов, прямо скажем, на несколько порядков больше. Поэтому, конечно, здесь государство первично. Потому что именно государство во многом, в данном случае, несет ответственность за то, что общество докатилось до такого состояния. И государство должно взять на себя ответственность по извлечению общества из этого состояния. А для этого нужно просто вернуться на землю. Нужно прекратить вот эту дикую, бессмысленную абсолютно, потому что она бесцельна. Вот эту милитаристскую пропаганду, которая повышает все время, просто каждый день повышает степень агрессивности в обществе. Агрессивность, которую я повторяю, направлена в конечном счете практически в будничном режиме против своих собственных близких и соседей. Нужно вернуться, я прошу прощения, просто в семью европейских народов. И перестать изображать из себя некий цивилизационный пуп, неизвестно где находящийся, в какой части света, на какой планете, который в силу своей некой исторической сакральности свободен от международных, нравственных и любых других законов. Вот нужно просто вернуться на землю в обычное, нормальное человеческое состояние. Но тогда ведь придется проблемы разгребать. Вы так говорите, что это бессмысленно. Естественно. А как же бессмысленно? А если не возвращаться, то не придется. Если не возвращаться, то эти проблемы накапливаются с каждым днем. Просто мы сейчас напоминаем известную птицу, которая засовывает голову в песок, подставляя всем ветрам совершенно другую часть своего тела. Но когда-нибудь эту голову нужно будет достать? Желательно сделать это пораньше. Ну вот, раз уж мы заговорили об общечеловеческих проблемах, о состоянии умов, о состоянии ум и настроениях общества, вот есть еще одна проблема, связанная с детьми, напрямую с новорожденными детьми. В Госдуму внесли закон проекта о бэби-боксах. Слышали, да? Вот это вот есть такая камера для детей, от которых отказываются матери. И их предлагают легализовать. Сенатор Добрынин, депутат Тюльпанов, вот они за, но, например, уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов был против. Ну, проблема, потому что, может быть, действительно появятся эти бэби-боксы на улицах и будут от детей отказываться, почем зря вообще. Ну, вы знаете, я все-таки сторонник этого, потому что, мне кажется, что это предложение разумное, потому что будут отказываться вообще, но и сейчас отказываются. Это тоже одно из главных проявлений вот этого озверения, которое мы с вами обсуждаем последние полчаса. Матери отказываются от детей. И будут боксы, не будут боксы, они от этого меньше, они меньше отказываться не будут. Но там, так мы вроде бы людям вообще просто говорим, вот, пожалуйста, сдавайте, бросайте, оставляйте. Их заберут, заберут. Вы знаете, нормальная, нормальная мать, она все равно не бросит своего ребенка. Будет бокс, не будет бокс, она его не бросит. А мать ненормальная, которых, к сожалению, довольно много, она его тоже бросит в любом случае. Будет бокс или не будет. Поэтому лучше пусть будет. Годовщина была на этой неделе, 15 лет с момента гибели подлодки Курск. Надо сказать, что, честно говоря, немногие вспомнили об этом, вспоминали мало. И вот вопрос от нашего слушателя вам пришел. Почему граждане стали более позитивно оценивать действия властей в той ситуации? Это действительно так, судя по последнему опознанию, факт. Но это функция отношения к власти вообще и к окружающей действительности вообще. И абсолютно убежден, что если бы сейчас был другой рейтинг власти и другой рейтинг лично нашего президента, то по-другому бы совершенно оценивались и события, связанные с подлодкой Курск. А сейчас проецируется отношение к власти, к Путину на события 15-летней давности, связанные с подлодкой. Так же, как на все остальное проецируется. Абсолютно. Вы думаете, многие наши сограждане помнят детали? Не так многие. Поэтому речь идет именно об отношении к власти в целом. И я уверяю, что такое же отношение к событиям в Беслане, такое же отношение и к событиям на Дубровке. Вот ко всем этим нашим трагедиям, происшедшим за последние полтора десятка лет, отношение зависит ровно от рейтинга нынешнего президента Путина Владимира Владимировича. Больше ни о чем. Но там-то в случае с подлодкой Курск все вроде бы очевидно. Действительно погибли люди, действительно помощь пришла поздно. Действительно это было страшно. Там, не знаю, остались дети, остались семьи. Во-первых, об этом практически не вспоминали государственные СМИ. Во-вторых, как оказалось, действительно люди, ну не то чтобы поддерживают, говорят, ну власть все делала правильно. А мы же с вами говорили совсем недавно, сегодня, что людям не хочется говорить о неприятном. Поэтому, на мой взгляд, абсолютно безнравственно то, что об этом не вспоминали. Об этом нужно вспоминать. Это огромная трагедия. Ну не вспоминали, и слава Богу. А почему власть не вспоминает? Ну почему, собственно говоря, опять-таки времени прошло много. А зачем власти об этом вспоминать, Марин? Власти невыгодно об этом вспоминать. Подождите, отдать дань памяти? Нет, секундочку. Прийти, цветы положить. Нет, секундочку. Значит, дань памяти, это нужно родственникам. А больше, как выясняется, по большому счету, это никому не нужно. Потому что широкой общественности не хочется вспоминать об этом. Ну, просто неприятно. Ну, приятнее же что-то веселое, правда вспомнить. А о власти тоже неприятно, потому что власти, в общем, нечем похвастаться в связи с этой ситуацией. Трудно сказать, насколько велика ответственность власти в происшедшем. Потому что расследования толкового не было. Можно было спасти, нельзя было спасти. Но уж похвастаться точно не предмет для гордости. Вот это вот уж к гадалке не ходить. А поэтому зачем вспоминать? А народ не требует этих воспоминаний. Ну и зачем? Еще одно событие произошло на этой неделе. Верховный суд признал законным указ Путина считать государственной тайной военные потери в мирное время. Вопрос слушателя. Сообщение о гибели российского военнослужащего, ну, будь он там окажется, на территории Украины, теперь будет считаться уголовным преступлением? Ну, в этом опасность вот этого указа, потому что он, как я понимаю, позволяет крайне широкое произвольное толкование. Действительно. В принципе, любое упоминание о любых потерях, в том числе конкретное упоминание, в том числе там, не знаю, если мать или жена напишет, что у меня сын или муж там погиб там же, там-то и там-то, вне предела в территории Российской Федерации. Это может быть рассмотрено и воспринято как преступление. В этом очень большая угроза подобного рода постановки вопроса. А как вам кажется, это вот так напрямую связано с Украиной или это что-то превентивное? Ну, как мне кажется, это напрямую связано с Украиной. Я не знаю, какие там планы на будущее, я прошу прощения. Надеюсь, что никаких. Вот, но поэтому пока что будем говорить, что это связано с Украиной. Я как-то замерла. А что, есть какие-то указания на то, что есть планы? Я не член Совета Безопасности, Марин. У меня никакой информации на этот счет нет. Вот, поэтому я еще раз говорю, будем надеяться, что нет никаких планов. Поэтому сейчас, естественно, это увязывается, хочешь не хочешь, но у любого нормального человека в мозгу это увязывается именно с событиями на юго-востоке Украины. То есть нас отсекают впредь от любой возможной информации о том, кто воюет на Украине? Разумеется. Общество, страну отсекают от любой информации по поводу Украины. Раследование уголовного дела об убийстве Бориса Немцова продлили до конца ноября. Вот хочу вас спросить, продление – это же, в принципе, хорошо, это серьезный подход? Или это заматывание? Ну, может быть, и то, и то. Но я просто боюсь, что здесь сколько ни продлевает, может не продвинуться. Потому что, что очевидно, это следствие просто уперлось в непреодолимую стену. И эту стену пробить следствие не может. У следствия для этого нет соответствующего властного ресурса для того, чтобы пробить эту стену. Эта стена, как я понимаю, это не секрет по лишению или никакого, эта стена – это граница, судя по всему, Чеченской республики. И прошибить ее в следствии невостояния. То есть вы не ожидаете, что в какие-то ближайшие месяцы, к ноябрю, в этом смысле что-то изменится? Нет, я ожидаю, что все будет топтаться на том же месте приблизительно. Ну, еще две минуты у нас остается. Вот тот вопрос, который напрямую с нами вроде бы не связан, то есть совсем не связан. Премьер-министр Японии извинился за действия страны в годы Второй мировой войны. Сказал об искреннем раскаянии, которое испытывает Япония, принес извинения мировой общественности, азиатским соседям. Почему мы так не любим извиняться все-таки? Вот вспоминая то, о чем мы с вами сегодня говорили. Ну, потому что у нас сейчас так как-то принято считать, что вот это не круто извиняться. Что настоящие пацаны, они не извиняются. Они вот, даже если ошибаются, ну, ошибаются и идут дальше. А извиняются пусть слабаки. Вот, а мы не слабаки. Ну, подождите, может быть нам просто не перед кем извиняться? Вот, например, Япония есть перед кем и за что, а нам не перед кем. Вот, если бы... Ну, как-то нам не перед кем извиняться. А вот перед кем? Ну, как-то нам не перед кем извиняться. Ну, у нас, ну, если взять историю нашей страны за последние, там, скажем, ну, середины 20 века, можно насчитать огромное количество народов, депортированных, скажем, стран, на территорию которых мы вступили, и которые нам до сих пор этого не могут простить, кстати, и извинения были бы совсем не лишними. Да полно! Извиняйся, не хочу. Не нужно извиняться направо и налево, конечно, при этом поправляя себе очки. Но есть ситуации, когда это было бы вовсе не лишним. А перед своим народом? Перед своим народом, на мой взгляд, сложно. А кто будет извиняться перед народом? За репрессии, голодомор и так далее. Те, кто должны были извиняться давно в могилах, слава Богу. Вот, кстати, вопрос. А если бы вдруг извинились, ну, вот вышли бы и извинились, народ-то понял бы? Народу нужно объяснить. Народ тоже, может быть, и не понял бы, действительно, счел бы это за непонятную слабость, и вообще неизвестно что, и плюнул бы в сторону. Вот. Нужно объяснить, за что извиняешься. Но это нужно сделать. Извиняться... Я не сторонник того, чтобы извиняться за то, что делали другие. Вот. На самом деле, в этом смысле пример японского... пример министра, он не очень характерен. Японский премьер-министр никого не обижал. Он еще в ту пору и не родился. Вот. Но это такой жест, жест благородный, не более того. Вообще, легко извиняться, когда ты не виноват. Вот. Поэтому я против того, чтобы наша власть извинялась за те преступления, которых оно не совершало в отношении собственного народа. Но в отношении других народов страна всегда несет ответственность. И эта ответственность передается из поколения в поколение. Извиняться можно. Спасибо. Журналист Николай Сванидзе был сегодня в студии особого мнения. Счастливо. Эхо твоего. Рекламно-информационная программа «Люди». Спасибо. 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 Что захотели? Извиняюсь. Сан Максимович, мне можно оставить стаканчик. Не отдавайте никому. Я еще приду. Я еще приду. Ему идет давать. Вот кто придет, мы все с него и пьем. Сан Максимович, мне нужно оставить стаканчик. Ухм. 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 Продолжение следует...